Всем привет! Я Ксения. И как и обещала вот в этом видео про глагол кедарсе и удивление, в новом видео хочу рассказать вам про другие значения кедарсе. Итак, надо для себя запомнить глагол кедарсе как глагол, который выражает изменения всегда в плохую сторону. Будет всего одно исключение в самом конце, очень забавное, но сейчас мы еще говорим про изменения в негативную сторону. Какого рода это могут быть изменения? Это могут быть изменения в физическом состоянии. Кедарсе сьего. Ослепнуть. Причем тут нужно обратить внимание, что по-русски это всего одно слово. Он ослеп. А по-испански получается целых четыре. Се, кедо, почти. Четыре, три. Сьего. Се, кедо, сьего. И когда вот вы будете учить, вы не пишите «стать слепым», потому что по-русски вы никогда так не говорите. Ну, в основном. Он стал слепым. Ну, можно, конечно, так сказать, но мы же так не говорим. Вот пишите по-русски, когда в карточках, например, в карточках анки, если вы изучаете слова, пишите «он ослеп». И выучивайте, что по-испански это будет «се, кедо, сьего». В видео про глагол кедарсе и удивление я уже упоминала выражение «кедарсе мудо» – потерять дар речи. Ну, здесь я хочу его вспомнить как не в переносном значении, а в прямом значении. Ну, бывает такое, что люди теряют дар речи, не могут больше говорить. КОХО. Кедарсе КОХО. Стать хромым. Ну, тут уже по-русски тоже два слова, не говорим мы, а хромить. Кедарсе КАЛЬВО. Облысеть. Стать плысым. Буквально остаться в костях. То есть, когда по-русски мы говорим кожды кости. Очень похудела. Кожды кости одни от нее остались. СЕ КЕДО ОНЛОС ВЕСУС. Также мы используем «кедарсе», когда говорим про изменения в социальном статусе. Особенно, когда мы говорим про потерю кого-то. Кедарсе СОЛО. Остаться одному. КЕДАРСЕ УЕРФАНО. Это про Харри Поттера. Это остаться без родителей. Стать сиротой. Харри Поттер СЕ КЕДО УЕРФАНО. КЕДАРСЕ БЮДО. Или БЮДА. Стать вдовцом или вдовой. То есть, все какие-то плохие изменения, которые явно вы не хотели, чтобы они с вами произошли. КЕДАРСЕ ПАРА ВЕСТИР САНТОШ. Буквально остаться, чтобы наряжать святых. Это раньше традиция, не традиция, но, в общем, женщины, которые не выходили замуж обычно, вот они очень много времени проводили в церкви, и они занимались тем, что, помимо всего прочего, чем они занимались, на какие-то праздники они наряжали статую святых. И вот появилось такое выражение КЕДАРСЕ ПАРА ВЕСТИР САНТОШ. И теперь мое самое любимое выражение после череды всех вот этих вот негативных изменений КЕДАРСЕ ЭМБАРАСАДА, что значит забеременеть. Как может быть такое, что все негативные-негативные изменения и потом КЕДАРСЕ ЭМБАРАСАДА? Ваши предположения имеют столько же веса, сколько и мои. Возможно, когда-то КЕДАРСЕ ЭМБАРАСАДА считалось не таким уж и хорошим изменением, когда вы, знаете, и так уже восемь детей, куда уж тут еще КЕДАРСЕ ЭМБАРАСАДА? Большое спасибо, что смотрели. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Ариош! Субтитры сделал DimaTorzok